Моменты, когда и узел может завязаться, и она уже не будет выполнять и отвечать тем требованиям, которые нужны спортсменке. Поэтому всегда есть возможность, если что-то произошло, взять запасную ленту. Но я напомню, что если был, допустим, действительно большой узел, и гимнастка хочет поменять предмет, она должна обязательно выбросить за пределы. Да, свою ленту выбросить и новую взять. Потому что два предмета в площадке нельзя. Сложнейший вид программы. 6 метров длина ленты, я напомню. Очень она легкая, воздушная, любое дуновение ветерка, кондиционера, конечно, мешает. Поэтому, конечно, должна быть на длинных руках работа предметом. Если гимнастка выполняет спиральки или змейки, как вы сейчас видите, обязательно 4-5 гривней должно быть. Ну, а мы наслаждаемся. Зафиксировано, да? Музыка 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 На какой-то невероятной вообще скорости, с каким-то невероятным вообще, с такой отдачей. Ну, это вообще, во-первых, этот предмет, он все время должен быть, да, он не должен висеть, он все время должен быть в работе. 6 метров, как Марина сказала, это бесконечное, бесконечное движение, бесконечное движение. И даже вот подбросит, да, даже успевает и похлопать, и что-то сделать, и подпрыгнуть. А вот для непрофессионалов, я вот знаю, у нас ребята, приходя на тренировки девочкам, еще в наше далекое советское время, пытались понять, что это такое лента. Она настолько вот легкая, что одно движение ленты, вот у непрофессионала, на ней завязывается сразу несколько узлов. И даже не представляете, как это происходит, уважаемые друзья. Поэтому это, конечно, фантастически то, что сейчас Дина делала. Уникальную сложность действительно с предметом, помимо чистоты и композиционности, показывает Дина. Вы знаете, лента, в отличие от других предметов, действительно из-за того, что она такая легкая и длинная, очень сложно придумать элементы трудности предмета с ней. То есть броски, да, она полетная, риски выполнить можно, да. А вот мелкая работа предметов, ну, мало можно набрать, и, как правило, оценка, поэтому оценка за ленту, она... Всегда чуть ниже. Она чуть ниже, да. Но что творит Дина, это невероятно. Это какое-то просто, вы видите, что одно движение предмета за другим, одна трудность за другой. И совершенно разные. Вы посмотрите, она и ногами, и бросает, и ловит. В этом темпе. Довольно. Да, 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 довольно. Хотя был у нее момент, когда она ленту чуть-чуть в стороне поймала. Она не делала лифт. Да, шажочек, полшажочка, да, я бы сказала, очень профессионально выкрутилась. Мы видели, как она потом не сбилась ни одно мгновение. Она пошла дальше, еще с большей уверенностью. Вера Шаталлина, заслуженный тренер России. Она сейчас оперна, она, конечно, в великолепной форме. А Ирина Александровна уже готовится выводить следующую ученицу. Оценка Дины Амедой, Россия. 19,85. Ну, для ленты 19,8. Даже с такой маленькой помарочкой это очень высокий балл. Уважаемые друзья, не расстраивайтесь. Это очень и очень неплохо. Я думаю, соперницам очень сложно будет такие оценки получить. В предварительных соревнованиях оценка была 18,7. И то это был второй результат. Выше была только оценка у Саши Салда 3,19 баллов. Саши Салда 3,19 баллов. Спасибо.